Приветствую вас, друзья! Меня зовут Инна, я живу во Франции и являюсь одним из авторов канала Вегетарианская Кухня. И сегодня я хочу заснять небольшой влог поход в магазин Satori. Это магазин у нас с эко-продуктами, и мы посмотрим, что там продают, что предлагают вегетарианцам. Ой, единственное, что я разволновалась, взяла микрофон, забыла кошелёк, поэтому мне не удастся ничего там купить. Ну, хотя бы посмотрим и засниму товары, что там есть. Оставайтесь со мной! Начинается вход в магазин с небольшого вегетарианского кафе, который сделан в замечательном стиле. Он мне очень нравится, всё деревянное, как бы эко-стиль. И они предлагают сервис с 12 до часа дня. Очень вкусные блюда и недорогие. Меню стоит 13 евро. Это отдел с крупами, в котором я часто покупаю крупы и всякие, ну, такие необычные смеси. Также здесь есть зёрна для проращивания. Вот, вы можете видеть цены, они недорогие, евро 50. Вообще-то, все экологически чистые продукты, они немного дороже обычных. Они помечены маркой такой АБ аббревиатурой. Это во всей Европе так. Означает, что экологически чистые товары. Тут можно найти как вот овсянку, хлопья овсяные. И даже гречку. Гречка, да, вот она. Так называется. В обычных магазинах её не найти. В этом отделе продают всё для проращивания зёрна и даже вот такие аппараты. Стоит оно 7,45 евро. И различные здесь представлены. Вот у меня, например, такой пластмассовый дома. Сейчас покажу. Вот такой аппарат для проращивания зёрен. Он стоит 11,45. Очень удобно им пользоваться. И сами зёрна. Вот, например, здесь редиски, раклета, чёрного редиса. То, что у нас тут ещё предлагается. Так, даже смеси тут есть. Смеси базилика, браколи. Всё это для проращивания. Вот, смеси с трёх ингредиентов. А также обычные вот зёрна пшеницы. Так, это у нас овёс. Вот, евро сорок. Такие интересные зёрна амаранта, которые можно добавлять как в хлеб, как в салаты. Есть его... Ну, я так понимаю, что это как мак его используют. Вот так он выглядит. Очень полезный. На обратной стороне всегда написаны его свойства полезные. Альон у нас представлен. Гречка необработанная, евро 85. Вот, или как её ещё называют, зелёная гречка. Ну и различные виды овса. Семечки. Уже без шкарлупы подсолнечные. Вот, евро 35. Кунжутные зёрна. Различные. И бобовые. Бобовые у нас представлены, как здесь чечевица зелёная. Вот, 2,49. Чечевица белая. И чечевица кораллового цвета или оранжевая. Она почему-то дешевле. А, вот ещё есть. Это не настолько оранжевый цвет. Вот есть очень оранжевая чечевица. Стоит 2,05 евро. А также различные виды гороха. Горох дорогой. 2,25, да. Нут. Евро 97. Так, и обычная зелёная чечевица. Это отдел с мукой. Из экзотики здесь есть мука из каштанов. Ну, а также любые виды муки. И при том есть мука без глютена. У многих аллергия на глютен. Вот, и это как бы пользуется спросом. Это даже мука из чечевицы зелёной. Никогда не пробовала. Ещё из экзотики вот смесь из рисовой муки и муки каштановой. 20% каштановой муки добавлено, чтобы печь хлеб без глютена. 5,29 стоит. Даже есть кокосовая мука. Никогда о такой не слышала. Но это уже совсем экзотика. 2,45 пакетик. Мука из каштанов. И мука из амаранта. Вот из амаранта надо бы попробовать, конечно. Это очень полезный продукт. Отдел с маслами. Масла очень много. Не только оливкового, подсолнечного. Но самого-самого разнообразного. В том числе соевого. Кунжутное масло. И масло из косточек винограда. Вот. Нет, это, простите. Это масло из косточек тыквы. Льяное масло. 5,55. Дальше идет ореховое масло. 11,25. Дорогое из грецких орехов. Дальше. Из косточки винограда. 14,45. Маленькая бутылочка. Это из конопли. Конопляное масло. 8,98. И большая бутылка. Тоже конопляное масло. Из проростков пшеницы. 9,80. Это масло. 15,90. 15,79. Это из орехов кешью. Масло из авокадо. 8,35. Дальше идут масло для пиццы. И соевое масло. Большая бутылка. 5 евро. Это мой любимый отдел с водорослями. Здесь представлены самые различные водоросли. Я их добавляю в салат. В смеси из водорослей. Вот нори вы видите. Упаковки небольшие, правда. Это салат морской. Для чудо-мер. И еще многие-многие другие водоросли, о которых я не знаю. Это какой-то суп мизо японский. Он очень знаменитый, но я его никогда не готовила, честно говоря. А также тут можно купить агар-агар для десертов. И вот соевое мясо. Соевое мясо очень полезное для начинающих вегетарианцев. Без него не обойтись. Также для гостей, когда я готовлю, покупаю его. В этом отделе продаются смеси, высушенные зерна, проростки пшеницы, проростки различных. Вот, например, это зерна тыквы. Что у нас тут есть еще? Да, это конопляные зерна пророщенные. То есть различные тут смеси с водорослями есть, которые можно добавлять в салаты. Как биодобавки, мне кажется, да. А также соль. И вот той же другой марки с водорослями, тоже какие-то добавки в салаты и в приправы, как в каши, во все можно добавлять. Также продаются здесь авоськи, потому что все за экологию, никто не любит одноразовые пакеты. Все пользуются авоськами, какими-то сумками или вот даже со старых газет, видите, тут проводятся даже мастер-классы иногда, как сделать пакеты из старых газет и использовать, чтобы не вредить экологии нашей планеты. Это отдел с травяными чаями, их тут очень много, различных смесей, трав, можно найти все себе тут по вкусу. Себе покупала вот этот чай, который состоит из 59 растений, вот видите написано, экологически чистых, а дуванчики туда входят тоже. И он для очистки организма, для тонизирования, как бы очень хороший чай, я его пропивала месяц. Зубные пасты без сульфата, детские зубные пасты, вот, и также тут очень много косметики, всякие различные масла. Это отдела с крупами на развес, их тут огромное количество и можно, ну, если вы не хотите упаковку покупать, отсыпать себе несколько грамм там и набрать круп, которые вам необходимы. Это наши овощи. Я тут покупаю яблочки, они очень вкусные и не обработаны воском. А, яблоки уже убрали. Тут стоял большой такой короб с яблоками. Книжный отдел с рецептами вегетарианской кухни. Вот, зеленые коктейли. Большой-большой выбор всего. На этом я, наверное, буду заканчивать свое видео. Напишите, не утомила ли я вас и хотели бы вы продолжение увидеть, потому что магазин очень большой, много еще есть отделов с овощами, со всем. Если вам это интересно, напишите, я продолжу и сниму еще один такой влог. Всем хорошего настроения, пока-пока и до новых видео. До новых встреч!